Девушки отдыхают Я покажу небольшой такой участок, знаете, где раньше проходил Екатеринынский тракт, именно через эту деревню, по правую сторону осталось небольшой там участок, где у нас имеется дорога, ну, деревня, хочу сказать, с вековыми традициями, образовалась она где-то 17-18 век, одним купцом, этот купец на свои деньги построил здесь церковь, вот. Деревня сейчас она называется иначе, но в свое время она называлась Кобельма, до сих пор осталась речка, сейчас я вам покажу наименование этой речки. Дорога здесь очень-очень ужасная, одни кочки. Вот, и когда у него любимая собака умерла, а ее звал он Кобельма, он ее очень любил и в честь нее он назвал речку и в свое время переименовалась в само поселение. Так что, вот такая небольшая история про эту у нас деревушку. Посмотрим, что у нас здесь выйдет сейчас. Итак, ребята, а вон, та вон лесополоса проходит такая вот. Вот, именно там проходил у нас Екатеринский тракт. Жалко, что там распашка. Вот, мы там ходили, ничего интересного не нашли, но в начале, вон там вон у нас имеется непосредственно... Дорога выложена камнем, то есть она сохранила свое первоначальное состояние. Там же имеется у нас и мост. Мост, к сожалению, остались только столбушки. А сейчас подъезжаю к самой деревне. Она у нас по правую и по левую сторону, но старая часть у нас была с правой стороны. Так что, продолжаем свой путь. Проезжаем, ребята, вот такой вот мост. И здесь вот название именно Кобельма. Уже практически доехал до этого желанного места. Вон церковь у нас. У нас очень сильный дождик. Так что, не знаю, сейчас, может, в свой старый дом заедем. И поживем, посмотрим. Итак, ребята, подъехал я. Дмитрий уже здесь у нас. Сидит в машине, потому что дождь. А, наверное, будем из-за дождя вот в этом домике снимать и вести свой поиск. Ладно, ладно, продолжаем. А может, придется нам и кино смотреть, чтобы дождь нам не мешал. Ну, ладно, здороваемся с Дмитрием. Дмитрий, здорово. Итак, ребят, зашли мы в такой дом. Он полуразрушенный. Такой, знаете, мусора здесь вообще очень-очень много. Вот. Здесь мы были несколько раз. Находки здесь были. Но когда я сегодня вот приехал, я посмотрел, что здесь. И я понял, что после меня здесь еще были люди. Потому что здесь вот так вот не было. Это раз. А во-вторых, печку я не трогал специально, потому что она наладом дышит. Наверное, за счет печки дом стоит. Вот. И здесь вот, смотрите, печку раздолбали. Вот так вот. Такой домик. Углы мы специально тоже не трогали. А здесь уже раздолбили. Правда, там Юрец что-то пытался вызвонить. Какой-то сигнал. Но он говорит, сигнал был именно наружи. С улицы. И когда он обошел, посмотрел с той стороны улицы, прибито жестянко. Ну, я вам хочу сказать, что здесь у меня выпало несколько находок. Такие, знаете, шмурдячные. Сейчас я вам покажу. Несколько штук. Дмитрий зашел, посмотрел, ковырнул пару раз. Ну, тут да, я с ним согласен. Мусора очень много, очень много. А по находкам у меня получилось вот как. Серебряная серьга. Вот такая вот. цыганского образца. Два колечка обручальных. Медных. Одна монетка советская. Копеечка. Вот такая пуговка. Я так понял, шахматы. Что-то связано с шахматами. Ну, и в целом, ничего. И вот я сейчас вот думаю, дождик закончился. Я здесь от дождя прятался. Дождь закончился. И сейчас, наверное, выйду в поля месить грязь. Там есть пара огородов, на которых Дмитрий с утра уже копает. И поднял там одну монетку капусту царица полей. Две копейки александрские. И вот он ушел снова туда. И я сейчас поступлю так же. Чай попью и отправимся копать. Ну, вот так вот. Вот такая вот старая печка. К сожалению, здесь уже кто-то хотел что-то либо найти. Да, кстати, вон там, вон, вот в этой прощелине, когда первый раз я приехал обследовать дом, нашел фарфоровую такую, знаете, то ли сахарниц, то ли что, набитая монетами. Монеты, к сожалению, не царские, а советские. 92-й, последний год была монета. Там 60-е. Но там, ребята, была одна монета удивительная. И я, наверное, все же вам когда-нибудь это покажу. Монета шикарная тем, что это две копейки из белого металла. А это редкость. Ну, ладно, ребята, сейчас чаек и на поле. На ветер. Вчера у нас снегопад был шикарный. Ниву я перебортовал, поставил зимнюю резину. А Шкода пока у меня на летний. Приехала я сегодня на Шкоде. Сегодня плюс 7-8. А вчера пощикал кустинок. Ну, ладно, не будем демагогию разводить. продолжаем свой коп. Итак, ребята, находка наконец-то стоит вашего внимания. Хотя не знаю, кто как скажет. Это у нас 15 копеек рамочник. Год 43, по-моему. Она у нас имеет небольшой дефект. Но ничего страшного. первая более-менее такая находка в этом доме. Здесь шурфили. Сейчас мы спрашивали разрешение у хозяйки. Кто отвечает за этот дом, хозяев уже давно нету. Но мы разрешение спросили. И сейчас так вот осуществляем свой шурф. Дом старый, непонятная у меня под ногами кладка из красного кирпича. Не знаю, может фундамент от печки был в свое время. И сейчас я обкапываю. Нашел здесь пуговки гирьки, советские пуговки. И вот сейчас обкапываю. Но наверху, как вы видите, нету отверстия под печку. Возможно печка более старого времени. Или же я даже не знаю, что это такое предположить. А вот кладка. Вот видишь, какая-то непонятная. Вот такая зачетная кладка идет. Не знаю, может быть в свое время была печка. Хотя отверстие под выход вон у нас имеется. Но как вы видите, стены у нас мазанки обмазаны глиной. Ладно, по находкам, что я здесь поднял, в принципе, что я вам не показывал, это советские копеечки три штуки, патрон, пуговка гирька и трешечка 76 года. Пока вот так вот. А да, кстати, как сюда зашел, здесь шурфленое было и эта монетка лежала прямо на полу. Либо выкинули просто или забыли, или же то, что она лысая и никому на нее понравилось. Вот такая вот находка была. В принципе, пока и все. Ничего интересного. За окном у нас идет дождь. Погода мерзкая. Ходили мы под дождем, немного промокли и все же решили еще в один дом зайти. Ну ладно, смотрим. Итак, ребят, наконец-то был хороший сигнал. Правда, не ожидал, что это будет такая монета. Это у нас монета царская. Сейчас я ее вместе с вами буду смотреть. Еще ничего с ней не делал. Вот такая вот. С одной стороны затерта. Даже не проглядывается герб. А с другой видно, что это у нас с трешечком. Вот такая вот. 1878 года. Ну они в принципе частые такие вот такого года. 78 ЕМ. Зачетно. Продолжаем здесь. Не особо интересно, конечно, шуфить за кем-то. То есть сейчас мы все перелопачиваем, что было раньше прозвонено. Ну и углубляемся до маяка. Как маяк появляется, бросаем и смещаемся в сторону. В данном случае здесь около печки до маяка еще далеко. Далеко. Так что видно подошел к слою царского времени. Раз такая монетка выпала. Хорошо. Продолжаем. Итак, ребята, долго я упорно гонял прибором находку, потом пином очень долго гонял. А почему гонял долго? Вот из-за этого, смотрите. Вроде незрачный камушек, а оказывается этот камушек у нас пуговка гирька 17-18 век. Вот такая пуговка. А показываю я его, потому что многие спрашивают, что такие находки они не делают. Ну, не спорю, ее тяжело найти, особенно в полях. Но у меня уже их достаточно большое количество. Они бывают разные, с рисунком разного металла. у меня даже были медные, латунные, даже железные были. И рисунок здесь вот у нас имеется разный. В данном случае она у нас лысая. Ладно, продолжаем. всем гостям моего канала рекомендую подписаться. Здесь вы увидите много интересного видео, что связано с металлопоиском и полезной информацией. Будь всегда первым при просмотре новых видео. А для этого тебе надо подписаться, нажать на колокольчик, поставить галочку и ты будешь первым оповещен о появлении нового в выпусках. Итак, ребята, здесь я уже начинаю засыпать за собой, навожу порядок. Выпала у меня монетка. Это у нас походу советская, судя по всему, потому что смотрите, какой нарост противный. Это только на советских монетах после 61-го года такое безобразие нарастает. Но я к чему начал записывать не за этого, а именно за того, что у меня здесь сейчас происходит. Происходит, смотрите, что как я вам говорил, печка. вот у нас кладка до сих пор осталась. Она идет у нас туда, потом здесь вот идет, вот она. И вот посмотрите дом. Вот такой дом. Получается печка у нас находится в середине. Это как это можно понять? в середине печка. он край. Вот так проходит. И здесь у нас от стены до печи всего-навсего я не знаю максимум метр. Это что это за проход такой непонятный? И с той стороны от стены до печи получается я не знаю два с половиной метра. Но это ладно. Под печкой всегда должна быть труба. Но здесь трубы нету. Как вы видите нету. И что это у нас такое по вашему? Что это за кладка непонятная? Прошу ответить специалисты старых домов и я буду знать вот на продолжение кладки и здесь заканчивается. Что это не могу понять. Единственное как вариант здесь печку сносили потому что всегда в домах были печи в середине и потом полы просто перестилали а старую печку разрушили и естественно перекрывали потолок но это в советское время возможно перестилали здесь полы как вы видите свежие и имеется вот отверстие на чердак либо здесь было продолжение выхода трубы как вариант может быть здесь стояла галанка вот так вот потому что комната очень большая и она естественно должна была отапливаться печью и вот непонятное сооружение либо это старая печь и поверх уже потом переделали полы либо я не знаю от вас жду версию отпишите в комментарии потому что иногда бывают вот такие вот вещи которые непонятно просто уму непостижимо как так большой такой дом и без печи здесь у нас тоже имеется продолжение этого дома тоже как вы видите имеется два окна то есть это здесь тоже либо кухня была либо жилая комната а там у нас уже имеется как бы вход вход тоже довольно таки интересный сейчас я вам покажу смотрите входная дверь вот она и входная дверь вот она зачем две двери между дверьми как вы видите всего-навсего два метра вот так вот вот так вот дом конечно уже подустал и скоро он перестанет существовать вот в таком вот виде везде он накренен то и гряди рухнет интересно переживет он зиму потому что снег тяжелый может быть и раздавит он уже покосился в одну сторону имеет крен не знаю доживет нет ну здесь вот по крайней мере в этом доме в этой половине еще достаточно крепко стены как вы видите мазанки сруб а потом обивали дощечками по диагонали это во время войны так делали в основном после войны вот они вот такие вот у нас плетеночки деревянные потом обмазывали у нас все это глиной и потом белели вот так раньше делали ну а вот это вот сооружение конечно непонятно мне по крайней мере не знаю как вам может вы и сразу все поняли но я не могу это понять ну ладно с находками туговато советики в основном и все один царь Дмитрий пошел на поле поставил катушку побольше и пошел снова на поле кстати у него находки были неплохие на поле он туда он ушел он там с утра кобырялся поднял две копеечки Александровскую капуста копеечку двадцать четвертого года и все была у него снайперка сейчас он поменял ее сейчас со стандартной ходит здесь у него ничего не задалось поднял несколько советиков после шестьдесят первого года и ушел вот такие вот монетки смотрите какие монетки у нас в шурфе советские это все у нас период после шестьдесят первого вот такие безобразные монеты да и в целом в этом доме плохие монеты очень плохой сохран ну все наверное еще минут сорок поковыряемся пока на улице стемнеет а здесь вообще будет мрак с фонариком работать не хочу так что посмотрим еще 30-40 минут и будем завершать присыпать за собой данный шурф ну все смотрим продолжение и так ребят сместился я в другую комнату и сигналчик у меня и смотрите монетка здесь такая полувлажная такая засыпка и монетка сначала белый цвет меня так порадовал думал что серебро оказывается смотрите медникель 15 копеек в квадрате а так было похоже на серебро вот такой вот сохранчик прям чистый смотрите какой правда монета убитая имеется язвы но ничего пойдет пойдет и продолжаем время еще есть но уже достаточно темно смотрим и так ребята прибрал с собой везде как вы видите засыпал все ямы то есть ям я не оставил а все присыпал кучек нету ямок нету все довольно таки такое нормальное состояние не то что было до этого как мы приходили ну и по обзору находкам сделаю потому что я все таки решил собраться и уехать Дмитрий говорит еще двушку советскую поднял и тоже сейчас собирается ей все что интересное что у нас тут интересное два медных кольца серьга серебряная надеюсь что серебряная потому что все какие серьги у меня такие попадались они были из серебра но это я не знаю не знаю может быть какой-то сплав ну и что у нас получилось по находкам по находкам в целом получилось так вот здесь я выложил монеты которые интереса никакого не доставляют то есть все советское и то что более-менее интересное вот две пятнашки этого смотрите блестит потому что поднял я его в сырости это у нас темная потому что я его поднял в засыпке трешечка старый герб две пуговки гирьки одна оловянная а другая какая-то блин я не знаю на ней была эрозия такая то ли железная то ли что ну похоже две пуговки возможно с одного кафтана ну и естественно что нас порадовало сегодня это такая царская монета три копеечки 1800 я говорил 78 оказывается 74 или какого по-моему 74 вот такая вот монета но она затерта с этой стороны затерта полностью а с другой вот так возможно из нее хотели лохотронщики делать монету то есть с обоих сторон монета склеивалась и везде получалась у нас например решка такая была игра в свое время орел-решка подбрасывали и с одной стороны всегда было одно наименование то есть решка это я знаю затачивали одну сторону стачивали и потом склеивали это как вариант что с этой монетой хотели сделать ну а сейчас собираюсь к машине и попрощаюсь ну все смотрим итак ребята на этом я и закончу свой видеокоп копали мы сегодня с Дмитрием шурфили именно непосредственно в домах брали мы разрешение у соседей эти дома брошены и только с их разрешения мы зашли в эти дома многие конечно наглеют не спрашивают как в данном случае во второй дом мы зашли а там уже все шурфленое и нам пришлось шурфить за кем-то но все равно мы отправились к соседям и взяли их разрешение на коп именно в этом доме так что ребята немножко имейте совесть если вас поймают вызовут в милицию вас честно говоря опасает за то что вы залезли в чью-то собственность лучше немножко спросить так что вот так вот это мой совет не лезьте без разрешения и все будет нормально ну на этом ребята и все всем пока и удачи и все что не лезьте не лезьте что не лезьте Субтитры создавал DimaTorzok